28 марта 2018 года успешно завершены переговоры по зоне свободной торговли с Израилем, есть подвижки по режиму благоприятствования в трудоустройстве украинских строителей, договор будет ратифицирован до конца 2018 года. В перспективе мы получаем отмену 80% пошлин, увеличение товарооборота на 12-17%, точки роста для поставок медицинского оборудования, медикаментов, продуктов питания, металла и, возможно, оживиться сотрудничество в сфере ВПК. В 2018 году должна состояться ратификация договора ОЗСТ с Турцией. Украина на сегодня третий торговый партнер Анкары после ЕС и РФ. В перспективе рост по товарообороту планируется вдвое и, кроме того, активно развивается оборонное сотрудничество. Визиты Порошенко в Кувейт и Катар, обсуждение возможностей и готовность поставок жиженного газа, военно-техническое сотрудничество, инфраструктурные проекты, упрощение визового режима. Договоры с Саудовской Аравией, совместные проекты по ОТРК «Гром» и производству Ан-132. На этом украинском турне на Ближний Восток, череде ЗСТ, закупкам бригадных комплектов цифровых раций у турок и меморандумах стоит остановиться подробнее. Почему такая активность на Ближнем Востоке? Что общего у наших партнеров? Во всех странах, с которыми мы налаживаем отношения, кроме Израиля, у власти сунниты и у нефтяных монархий залива и в Турции. Все, кроме Катара, который пытается заигрывать с Тегераном в конфликте с Ираном и Россией. Все в той или иной форме принимают участие в войне в Сирии, а Саудовская Аравия вместе с коалицией суннитских государств еще и увязла войне с шиитскими повстанцами в Йемене. Что на сегодня происходит в регионе? А происходят исторические события, которые вполне можно сравнить реформацией в Европе. Шиитское меньшинство начинает играть все более возрастающую роль на Ближнем Востоке. После демонтажа американцами власти Саддама и устранения конкурента, с которым Иран враждовал поколение человеческой жизни, на фоне войны против всех междуречье Аятоллы совершили почти невозможное. Шиитские группировки при прямой поддержке Ирана развернули масштабные террористические атаки и в Суницком треугольнике, и против коалиции, значительно ускорив вывод войск союзников из Ирака. Шиитская армия Махди контролировала вывоз нефти через порт Басры, а значительная часть активистов и управленцев партии БААС была встроена в подпольные структуры, в том числе курируемые Тегераном. Шииты получили большинство на выборах 2005 года. Иракский альянс забрал 140 мест из 275 возможных. Шиит Нури Аль-Малики с его жесткой политикой сегрегации суннитов стал премьером. Именно иранские добровольцы-паломники, подразделения КУЦ, афганцы из бригад Фатимийюн, ливанская Хизбалла, структуры, курируемые Ираном, вынесли на себе всю тяжесть войны с ИГ и в Ираке, и в Сирии. Шииты оказали ключевое влияние в самой грандиозной со времен Второй мировой битве за Масул или в Сирии во время осады Алеппо, когда Эрдоган решил застолбить за собой север и 6 августа показал мастер-класс, что такое давление при помощи прокси. Артиллерийский колледж в Алеппо, район Рамусех, цементный завод, все это вытащили своей кровью шииты за деньги Ирана. По факту состоянием на 2018 год Ирак, марионетка Тегерана, сирийский диктатор Башар Асад жизненно зависит от помощи иранцев. На сегодня им удалось то, о чем не могли мечтать ни Шахи, ни Хамини, ни Хатами. Шиитский пояс от Персидского залива через плодородные земли у Ефрата сквозь тысячи километров до Средиземного моря. Всему этому есть цена, тысячи человеческих жизней, кровавые протесты из-за подорожания продуктов питания в самом Иране, гибель в Сирии бригадного генерала Хамедани и десятков высших офицеров Ксир. Но базы в Ираке, базы в Сирии, 10 миллиардов долларов на оборону, действующее сирийское отделение партии БААС, страна, использовавшая 80-х людские волны против Ирака, сегодня применяет ударные дроны и поставляет противокорабельные ракеты в Ливан и Йемен. Что это означает для региона? Власти Ирана не признают государство Израиль, отрицают Холокост, не признают израильтян как народ, называя их религиозной конфессией, поддерживают террористические группировки, прямо заявляющие своей целью уничтожение Израиля. Тель-Авив по факту находится в состоянии войны с Ираном на территории третьей страны, нанося удары по иранским объектам в Сирии и аффилированным с ними группам. 10 февраля в результате действий иранского БПЛА и массовых пусков сирийских ЗРК был сбит израильский Ф-16 впервые с 1982 года. 30 марта в Ливане упал ударный БПЛА Гермес с двумя ракетами на борту. Возможно, был сбит огнем с земли. Иран продолжает строительство базы Валькисва близ Дамаска. Продолжает обучать шиитские и набирать в регион афганские, пакистанские и ливанские милиции. Ядерная программа Ирана по-прежнему может служить триггером для континентальной войны в регионе, о чем неоднократно предупреждал Тель-Авив. Судя по всем этим звоночкам конфликт Израиля с шиитами будет только усиливаться, а удары по Сирии Хель-Авир только набирать интенсивность. Вряд ли израильтяне позволят повторить ситуацию с Северным Ливаном в районе Голландских высот или получить Ирану ядерное оружие. Турция продолжает операцию по созданию на своих южных границах буферной зоны. К этому ее подталкивают 3,5 миллиона беженцев из Сирии, в основном их единоверцев-суннитов, активность курдских группировок и действия режима Асада против повстанцев в Идлибе. Эрдоган на сегодня располагает 40-50 тысячами бойцов в Северной Сирии, турки строят обсервационные пункты на линии боевого соприкосновения, возводят базы с ВПП, а на занятых территориях в Северном Алеппо и Африне вкладываются в развитие дорог, указателей и разметки на турецком языке, почты, полиции. Турция приходит туда надолго, разворачивает в районе ЗРК Хоук, обучает местных прокси, она не даст добить суннитских повстанцев и продолжает стратегию отгораживания от зоны нестабильности поясом безопасности, благо недостатка в людях, которые будут умирать за 500-700 долларов, в регионе нет. Группировки Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, поддерживаемые частными средствами миллиардеров из залива, на сегодня не играет ключевой роли в конфликтах в Сирии и Ираке. Но так как сунниты, слабо представленные в политическом поле этих стран, по сути находятся в оккупации и подвергаются сегрегации, то рано или поздно ружье на сцене обязательно выстрелит. На сегодня курды контролируют каскад ГЭС на Ефрате, доступ к пресной воде, газовые заводы, большинство домохозяйств Сирии используют газовые баллоны и нефтяные скважины на фоне территории, слабо пострадавшей от боевых действий. Протурецкие группировки на севере контролируют примерно четверть пахотных и плодородных земель, товарные потоки из Турции. Шииты Асада же контролируют разрушенную Гуту, измочаленная Алеппа, вырезанные заводы и ненавидящие их население. Из пустыни продолжают рейды бойцы исламского государства, шатая городки в русле Ефрата и базы Т2, Т3, Т4 по факту опорные пункты режима в охваченном партизанской войной регионе. На юге действуют повстанческие группы, которым коалиция оказывает прямую поддержку с воздуха в случае атаки регулярной армии САР. Снабжение шиитской части Сирии висит на сотнях километров дорог в пустыне или тысячах километров по морю через Тартус. В этих условиях развитие конфликта неизбежно. Под идеями надгосударственных образований, как у исламского государства, или локального сирийского проекта, как у той же Нусры, но война обязательно продолжится, так же, как и в Ираке. В похожих условиях в Ливане война развивалась в течение поколения человеческой жизни. Нищета, сегрегация и внешние игроки, это те всадники апокалипсиса, которые могут раскручивать маховик конфликта десятилетиями. И тут мы приходим к самому для нас интересному России. Иран получил выход в Средиземное море, военное присутствие в Сирии против Израиля, занял делом своих радикалов и лелеет мечты о панорабизме. Режим Асада выжил и затянул свою агонию на десяток лет, превратив страну в филиал кладбища. Россия получила свой персональный Афганистан на фоне нарастающих санкций. Потери РФ после недавнего падения самолета, разгрома ЧВК у завода Конака и прошлогодней гонки за нефтяными месторождениями Киев-Фрату, скорее всего, уже превысили тысячу человек. Списком погибших полковников, генералов, командиров батальонов и бригад скоро будет не стыдно помериться с Ираном. Снабжение группировки РФ, которое уже трижды было выведено, и сирийской армии в тоннаже нарастает, а техники в САР уже вывезено на пару дивизий, не только танков, артиллерии и ТОС, но и грузовых автомобилей, КХМ, специальных машин. Россия потеряла уничтоженными в воздухе и тяжело поврежденными на земле до 20 самолетов и вертолетов. Итоги подведем. Мы имеем религиозную войну на территории проживания 40 миллионов человек и процессы, похожие на реформацию в Европе. Только в главной роли здесь выступает исламская теократия с ракетными технологиями. Две гражданские войны, в которых намечается небольшое затишье, но причины, которые привели к ним, никуда не делись. Усиливающаяся конкуренция стран залива за рынки углеводородов с Ираном, который ведет прокси-войну в Йемене. Возможный коридор для поставок углеводородов с бывших территорий Асада за Ефратом и нашего основного противника, который все глубже увязает в кровавой возне на Ближнем Востоке. То, что конфликт в перспективе будет решаться силой оружия, не вызывает ни малейших сомнений. Только крохотный Катар в прошлом году заказал 107 боевых самолетов и разрешил Турции открыть военную базу на своей территории. Оружейные сделки Саудовской Аравии исчисляются десятком миллиардов. Турция планирует национальную программу ПРО, массовое производство основных боевых танков. Военные заказали 137 БПЛА, способных нести ударное оружие. Продолжится партизанская война на территориях шиитов, исход суннитов и удары неизвестных самолетов по иранским объектам в Сирии. Это означает, что в регионе понадобится зерно, понадобятся продукты питания, длительного хранения для 5 миллионов человек, покинувших свои дома, понадобится металл, прокат и трубы для стройки и восстановления. Все это составляет львиную долю украинского экспорта на Ближний Восток, а ЗСТ, квотирование и снятие пошлин, потенциально даст толчок наращиванию поставок. Турция, разочарованная отказом Германии и Австрии модернизировать танки «Леопард», поставлять двигатели под их проект «Алтай» и давлением ЕС по поводу операции против курдских повстанцев, начинает амбициозную программу перевооружения. И для Украины это оживленная улица с двухсторонним движением. На сегодня корпуса к проекту «Альха» производятся на турецком оборудовании, шли активные переговоры по модернизации производства стволов крупного калибра для Киева. Турки работали над созданием одного из центров по кибербезопасности в Украине, а мы закупили два бригадных комплекта защищенных цифровых раций и планируем локализовать их сборку внутри страны. Укринмаш и Хевелсен совместно проектируют радиолокационную станцию на мощностях в Украине с поставкой узлов через Анкару. На основе КАЗ «Заслон» турки создают свой национальный проект защиты танков от тандемных боеприпасов. Израиль интересует нас своими проектами модернизации постсоветской техники. Когда в 90-х после распада ОВД ФРГ передал Тель-Авиву самолеты и танки, израильтяне проводят одни из лучших в мире модернизаций Т-72 или МиГ-29 по проекту «Снайпер». Кроме того, в плане освоения высокоточного оружия Украиной было бы неплохо освоить опыт Польши с их сотрудничеством с Евроспайк или Турцией с их закупками БПЛА «Харпи». Но для начала стоит показать себя надежными торговыми партнерами. Ну и не стоит сбрасывать со счетов карликовые монархии залива. Именно через ОАЭ зимой 2014 года нам пришли для ГПСУ 15 бронемашин «Спартан», когда Европа еще крутила носом и определялась, поставлять сюда двигатели или это спровоцирует Россию. Согласие Катара поставлять нам «Жиженный газ» через польский терминал «Свиноустия» или через турецкие проливы после переговоров о безопасности для проливов – это отличный рецепт от углеводородного шантажа с Востока. Зерно, растительные масла, продукты питания, металл в регион, традиционные украинские товары. Ну и, конечно же, опробованные в боевых условиях вооружения. Мы уже сотрудничаем со странами «Пременно поставляем в Алжир ПТРК «Скиф». Если ими, а не только белыми болгарскими факториями, будут жечь танки «Асада» в Сирии и заодно тех, кого оттуда трижды вывели, что же, тем лучше для нас. Поэтому договора по военно-техническому сотрудничеству в заливе – это отлично. Это создание ОТРК, создание высокоточного оружия, это контракты, технологии в обе стороны и валюта. И в конце концов, это банально красиво. Десять лет поехавшие соседи говорят о придуманной несуществующей стране, в то время как жители этой страны проходят таможенный контроль по отдельному зеленому коридору. Тратят миллионы долларов на создание образа киевской хунты, пока власти Украины признаны во всем мире, а жители путешествуют по ID-картам в Европу и Турцию. В телевизоре РФ мы страна-изгой, где на улицах едят русских людей, а в реале у нас зона свободной торговли с Канадой, и мы на пороге ее ратификации с Израилем и Турцией. Это в то время, когда российских послов не выслал только ленивый, а про кокаиновые скандалы не слышал только отшельник без доступа к СМИ. На сегодня с внешней политикой все объективно неплохо, даже на традиционно непростом для нас Ближнем Востоке. Украина определилась со своими интересами, с ключевыми игроками, и, несмотря на приближающуюся бурю, продолжает закреплять свое присутствие в регионе. Если от этого буквально подгрят ребята Вагнера, союзники или интересы бензоколонки в регионе, то наши бы слова до богу в уши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова